Первым делом самолеты. Когда в Пензенскую школу номер 68 приходят гости, их прежде всего ведут в актовый зал. Здесь парит под потолком гордость учебного заведения самолет И-16. По стороннему не сразу понятно, что это макет. Самолет сделан в натуральную величину. Его длина 6 метров 80 сантиметров, размах крыльев 9 метров. Правда, вместо полутора тонн весит он всего 150 килограммов за счет того, что изготовлен из фанеры и пенопласта. Интерес к моделированию военной техники у школьников возник еще три года назад. За это время они изготовили более 80 миниатюрных макетов самолетов и танков. А потом решили, почему бы не создать что-то более грандиозное. Свой выбор остановили на легендарном И-16. Истребитель был создан в 1933 году конструктором Поликарповым. В то время это была самая скоростная и маневренная воздушная машина. На И-16 впервые установили убирающиеся шасси и реактивные снаряды. Пилоты дали самолету ласковое прозвище «Ишачок». Этот самолет очень любили пилоты. Во-первых, из-за широкого носа он защищал пилота от пуль. И в то же время он легко работал со штопора. Так как в многих других самолетах это была главная проблема. Модель собирали целых полтора года. На фюзеляже написали «За СССР». Эта аббревиатура чаще всего красовалась на самолетах И-16 в годы Великой Отечественной войны. Макет произвел фурор. Многие родители, которым дети говорили, что здесь самолет собирается, не верили. И просили, в общем-то, приходили, мои знакомые, открой зал, покажи, что тут делается. Скоро в школе будет создан целый музей военной техники. Все не напрасно, считают учителя. У этих детей история – любимый предмет, а День Победы для них действительно праздник. Интересно, как было в период Великой Отечественной войны. Все-таки там мой дедушка воевал. И мы выиграли эту войну. Каждый год несколько выпускников 68-й школы становятся курсантами военных вузов. До того, как был создан макет И-16, в летное училище поступать почему-то не решались. Теперь, уверены педагоги, все изменится. Несколько мальчишек уже мечтают сесть за штурвал самолета. Дарья Иванова, Роман Серебренников, Владимир Боков и Анастасия Семенова. Приволжское бюро этого центра. Пенза.